Достоверно неизвестно, друзья, когда же впервые человек в истории изобрел нож. Древнейшие каменные ножи очень мало походили на современные, это были просто куски камня, обработанные так, что ими можно было резать что? Только такие же камни. Но сегодня существует огромное количество разновидностей ножей, и что самое удивительное, много профессий, которые просто не могут обойтись без ножа. Например, повар, да? Или вот, например, Роман, наш гример, который тоже не может обойтись без ножа, потому что ножницы, по сути, это есть два скрещенных между собой ножа, да? Кто еще использует нож обычно? Ну, есть всякие другие профессии, которые как бы находятся в зоне Уголовного кодекса, про них мы не будем говорить, но мы сегодня с вами разберем и ножи для сыра, и ножи для пиццы, и все вот эти ножи, но нас интересует производство этих ножей, которые мы сейчас вам и покажем. Нож – предмет знаковый, опасный, полный романтики и повседневный. Программа «Галилео» решила проверить пять самых ходовых мифов о ножах. Миф первый. Из чего делают ножи? Из железа. Из стали. Из металла. Из углеродистой стали. Из стали. Да, верно, но не совсем. Любимые ножи повара Василия – керамические. Из оксида циркония. Выглядит непривычно, зато резать им очень удобно. Керамический нож легче стального. Не ржавеет и не окисляется под действием сока овощей и фруктов. Такой нож долго остается острым, без дополнительной заточки. Твердость оксида циркония превосходит твердость стали, а потому керамический нож изумительно нарезает овощи, мягкий сыр или нежное мясное филе. Только будьте осторожнее с костями. И крепче держите своего керамического помощника в руках. Для столкновения с жесткой реальностью он слишком хрупкий. Миф второй. Может ли нож быть мягким? Нет. Только если игрушечный. Думаю, что нет. Одноразовая пластмассовая? Нет. А вот и может нож быть мягким. Так считает кузнец Игорь. Разумеется, если сравнивать с пластилином, все ножи твердые. Но если сравнивать друг с другом, одно лезвие действительно может оказаться значительно мягче. Игорь у себя в кузнице делает множество острых железяк. Вот, например, два свежеиспечатленных. Продолжение следует... Продолжение следует... 64,6 единицы Теперь проведём тест метательного ножа, сделанного из незакалённой стали. На дисплее мы видим 38,8 единицы. Метательный нож значительно мягче охотничьего. Так зачем же нужна мягкость метательному ножу? Смотрите, если кинуть охотничий нож в мишень, велика опасность того, что он просто сломается. Нож слишком твёрдый, а потому хрупкий. А вот пластичная незакалённая сталь метательного ножа при ударе поглощает часть кинетической энергии. И клинок остаётся невредимым. Миф третий. Для чего нужны ножи? Резать. Для еды. Ну, чтобы резать, шинковать. Чтобы резать. Для того, чтобы что-то резать. А вот и нет. Считает продавец туристического снаряжения Илья. Есть ножи, которые не режут, а рубят. Например, вот этот мачете. Если вы собираетесь путешествовать по непроходимым зарослям, вам не обойтись без этого тесака. Мачете – это тяжёлый нож с центром тяжести, смещённым к толстому и прочному лезвию. Его толщина от 4 до 7 миллиметров. Угол заточки лезвия от 40 градусов. А порой доходит до 90. Аккуратно разрезать им помидор даже не пытайтесь. Получится томатный сок. Мачете предназначен именно для рубящих ударов. Миф четвёртый. Какая форма у ножа? Вытянутый треугольный. Удлинённая. Конусообразная. Конусовидная, может быть. Овальная. А вот и нет. Так считает Олеся. Официантка в пиццерии. Её нож круглый, как и сама пицца. И режущее колесо отлично делит круг пиццы на порции. Если попробовать сделать то же самое при помощи классического ножа, мы убедимся – процесс перестанет доставлять удовольствие. Обычный нож давит всем лезвием и кромсает продукт. А у лезвия круглого ножа при резке всё время одна единственная точка контакта с пинцей. Конечно, можно сказать, что круглый нож и не нож вовсе. Но посмотрите, рукоять, лезвие и даже есть гарда – так называется ограничитель на рукояти, который не позволяет руке соскользнуть к лезвию. А значит, всё-таки нож. А вот и ещё одна необычная форма для ножа. Эта лопатка – тоже нож. Исключительно для сыра. А дырки внутри этого приспособления вовсе не для того, чтобы нож походил на мягкий сыр, который им режут. Отверстия позволяют кусочкам сыра не прилипать к лезвию. У ножей для карвинга, фигурной резьбы по овощам, вообще невозможно определить форму. Они бывают и овальные, и V-образные, и согнутые причудливым образом. Чем хитрее загнут нож, тем замысловатее фигурки из овощей и фруктов им можно вырезать. Миф пятый. Какой нож самый острый? Который заточен хорошо. Из буланной стали. Заточенный как бритва. Который может на весу разрезать поток. А вот и нет. Считает точильщик ножей Олег. Существует устойчивый миф, что острый нож тот, который режет лёгкий платок на весу. Но так ли это? Проверим. Это рыбацкий нож и опасная бритва. Оба лезвия остро заточены. Посмотрите, каждое лезвие режет помидор на лету. А теперь проверим, как они справятся с шёлковым платком. Бритва проскользнула, даже не повредив ткань. А рыбацкий разрезал его пополам. В чём же дело? Казалось бы, их лезвия одинаково острые. Чтобы разобраться, рассмотрим режущие кромки ножа и бритвы поближе. Кромка бритвы идеально гладкая. А у рыбацкого ножа под увеличением она похожа на пилу-ножовку. Именно зазубриной позволили рыбацкому ножу зацепиться за поверхность платка. Фактически он распилил платок, как бензопила ствол дерева. А бритвенное лезвие, как говорится, не под это заточено. Всевозможные зазубриной стёрли с его острия брусок и кожаный ремень. В результате бритва плотно прилегает к коже. И замечательно срезает волоски, не оставляя царапин. Так что острота остроте рознь. Итак, нож – это инструмент, имеющий лезвие и рукоять. Всё остальное зависит от того, куда вы с ним идёте. Если вы хотите, чтобы в вашем ноже было как можно больше функций, то вам следует прямиком ехать куда? В Швейцарию. Именно там, друзья, был изготовлен ножичек, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. В этом мега-ноже нашли место 87 различных инструментов, с помощью которых можно выполнять в общей сложности 141 функцию. Сам производитель окрестил этот нож самой маленькой мастерской в мире.